Тема часа морские контейнерные перевозки. Желт, здравствуйте. Спасибо, что пришли в студию. Давайте сразу очень интересно по цифрам пройтись. Динамика. Вот 2020, каким он был для майерского России с точки зрения объемов перевозки? Был общий тренд на падение и достижение какого-то дна за последние годы? Либо была такая более-менее относительно хорошая динамика? Да, спасибо, Марьяна. Если начать с рынка и общая динамика рынка, мы видим разные динамики в экспорте и в импорте на российском рынке. Общий экспорт увеличивается. Он увеличивается во всех бассейнах в Среднеземнем море, Новороссийск, Дальний Восток, но показывает отрицательную динамику в Санкт-Петербурге, даже экспорты. Мы это действительно видим и на наших цифрах. Наши объемы в том числе тоже растут, экспорты и как через Новороссийск, так и через Дальний Восток. Параллельно с этим мы тоже видим, что клиенты больше и больше смотрят на прямые железнодорожные перевозки в Китай через сухопутные границы, которые сейчас становятся альтернативной морской перевозки. Поэтому те, кто в прошлом перевозили только через порты, сейчас активно тоже развивают перевозки через сухопутие. Это по экспортам. Если смотреть по импортам, там общая статистика, общая динамика в России отрицательная. В 2020 году мы видели спад на 2% в общем в России, но опять-таки через Новороссийск и через Дальний Восток цифры растут. Там был прирост импорта, а вот через Санкт-Петербург был общий спад 7%. Чем объясняете, что именно это направление в отрицательной динамике? Мы видим то, что больше и больше клиентов им интересно возить через Дальний Восток, потому что морская часть быстрее и короче. И потом надежные перевозки по железной дороге из Владивостока восточного до Москвы. Это позволяет клиентам больше рассчитывать, лучше планировать эти перевозки. И исходя из того, что общая транзитка быстрее, они могут позже заказывать и все-таки получать этот груз. Мы не говорим о том, что Санкт-Петербург — неважный порт. это все еще один из самых главных портов. Но исходя из того, что пароходы у всех линий достаточно загружены между Дальним Востоком и Европой, поэтому хорошо, что в России всегда есть альтернатива везти через Дальний Восток или в том числе тоже везти через сухопутные границы, через Забайкальск. Если с точки зрения Амерска у нас экспортные потоки держались на уровнях 2019 года, опять-таки мы очень хорошо выросли через Дальний Восток. Насколько? Через Дальний Восток мы выросли почти на 20% нашей экспорты. Надо понимать, что это особо экспорт из Урала, из Сибири, который проходит через Дальний Восток. Плюс мы запустили новые агропоезда для производителей мяса из Москвы через Владивосток в Китай. То есть это реальный поезд? Это реальный поезд, который с какой-то частотой будет ходить в будущем. Который уже ходит еженедельно из Москвы в Владивосток, и оттуда уже мы морским путем возим контейнера в Китай. План такой, чтобы в момент, когда Китай откроет сухопутную границу для рефперевозок, чтобы мы тоже запустили наши рефпоезда из Москвы, или из Сибири, или от производителей напрямую в Китай, в Чингду, например, через сухопутные границы. Это пока невозможно из-за запрета с китайской стороны, но у нас уже есть обработанная схема на это. Это интересно. А есть уже сейчас цифры, какой тоннаж вы провезли конкретно в 2020 году, чтобы понимать по отношению к 2019 году, насколько сильно упали? Если мы смотрим общий тоннаж, который мы сделали в 2020 году, это в России, это около 880 тысяч TU. Так, Теосов. А сколько было в 2019-м? Это где-то 6% спада с 2019-м. Большое падение или ожидали худшего, но это, в принципе, неплохая цифра, с учетом всего того, что происходило и будет еще происходить. Я бы сказал, что особенно в начале года, когда пандемия началась, и мы разговаривали с клиентами, большинство клиентов форкастировало где-то 20-30% спада объемов. Поэтому то, что мы закончили с такими цифрами, я считаю, что это хороший результат. Опять-таки, в экспорте мы вообще держали нашу позицию. Наши экспорты общие не уменьшились. Они очень выросли через Дальний Восток, выросли через Новороссийск, чуть-чуть упали через Санкт-Петербург. Общие импорт объемы у нас упали. Но мы видим позитивную тенденцию где-то с ноября, декабря, что объемы начинают увеличиваться. Более того, мы заключили хорошие договора с клиентами уже на 2021 год. Поэтому мы ожидаем, что импортные потоки у нас будут увеличиваться. Желатая, насколько позитивная история? Вы развиваете, по-моему, с 2019 года вот этот совместный маршрут по Транссибу с РЖД. На конференции продвижения в Москве мы с вами говорили о том, что изначально были очень маленькие цифры. Сегодня нарастут. Вот сегодня до какой отметки вы дошли? Собственно, что может стимулировать этот маршрут с вашей стороны? И опять же, какие новые игроки? Может быть, там Япония в него включается? Может быть, Южная Корея все больше присматривается? Кто реально может прийти на этот маршрут? Кому он сегодня интересен с точки зрения доходности для вас и выгоды для них также? Да, это очень интересный проект. Мы начали это в 2019 году вместе с РЖД и вместе с компанией Модуль. И, в принципе, первый пилотный поезд был в 2019 году, в июне. Поэтому в 2019 году мы провезли около 150-200 ТИУСов. Ну, это ноль, да? Ну, пробный, пилотный. В 2020 году мы провезли где-то 2500 ФФИ. Это где-то 5000 ТИУ. Мы увеличили объемы в 25 раз. Мы так и хотели, потому что у нас стоял план постепенно увеличивать частоту отправок. И мы, в принципе, до конца прошлого года, уже в ноябре, в декабре, мы дошли до того, что сейчас мы еженедельно отправляем три поезда из Восточного в Санкт-Петербург. И наша задача стоит в этом году это увеличить дальше, минимум до четырех поездов. И в том числе увеличить частоту поездов, которые едут из Санкт-Петербурга в восточное направление. Где у нас сейчас один поезд каждую вторую неделю, мы хотим это вывести на один поезд в неделю. Вы спрашивали, кому это было интересно? Естественно, всем, в том числе из-за пандемии, из-за ковида, потому что как морская часть, морские пароходы через Суэцкий канал начали быть полностью загружены, и клиенты не могли уехать из Китая, из Кореи, из Японии, потому что пароходы были загружены, им была идеальная альтернатива проехать на нашем маршруте через Восточный, оттуда в Санкт-Петербурге, оттуда уже в Европу. Самый большой поток груза у нас едет из Кореи. Это основные наши клиенты, глобальные игроки электроники, но очень развивающий сегмент — это батареи, аккумуляторы для электрических машин, где производство в Европе очень увеличивается. Это специализированный состав должен подвижнать. Это рефконтейнера, которые едут подключены на всем маршруте. И тоже в конце года мы видим достаточно много объемов из Китая, которые не могут уехать через Суэцкий канал, они тоже выбирают этот путь. А что с Японией? Японию мы тоже начали. Были одиночные отправки, но я могу сказать, что, наверное, мы сделали хороший рывок. Отправляется поезд из Восточного, контейнеры уже прибыли из Японии. Это 40 контейнеров, один полный поезд только для японского груза, который очень интересно едет в Англию. Поэтому мы через этот маршрут сейчас открыли возможность везти груз из Японии, из Кореи, из Китая, даже в Англию. Мы из Санкт-Петербурга нашими пароходами везем этот груз дальше в Англию. Поэтому это первый такой, вообще, наверное, исторический момент. Желтый, последний вопрос. Время завершается с программой. В 2021 году все-таки вы понимаете, что не будет какого-то резкого роста, не будет какого-то безумно большого спроса. Ковид-то не утихает, есть некое падение по числу заболевших людей, но все-таки нет какого-то сильнейшего оживления в бизнесе. Или вы для себя прогнозируете, может быть, весна, осень 2021 года, что будет колоссальное оживление рынка? Каким вы видите 2021 с точки зрения майорской России? Мы ожидаем, что в 2021 году мы будем выходить минимум на тот уровень, который у нас был в 2019. Это, кстати, тоже самое ожидание, что мы смотрим на глобальном уровне, как МЕРСК. Но, опять-таки, я думаю, что экспорты из России будут продолжать расти в быстрее темпе, чем импорты. Поэтому это может дать возможность дальнейшему увеличению объемов. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Спасибо.